Часть первая. Бронежилет. Глава первая. Возражения в жизни и бизнесе. Цель этой составляющей – помочь человеку понять на уровне логики, что возражений бояться не надо, что возражения – это нормально. Более того, само их существование является, как это ни странно, своеобразным благом. Данная составляющая представляет собой шесть тезисов, каждый из которых мы сейчас подробно рассмотрим. Первый. Возражения – это сопротивление во время движения. Представьте себе, что вы сидите дома, на диване. Вам не надо никуда идти, не надо ничего делать. Представили? Обратите внимание, у вас не возникает ни одной проблемы. Природа вам не возражает, но стоит только у вас появиться малейшему желанию – и оно начинается. Предположим, вы всего лишь захотели заварить себе чай. Природа сразу же начинает возражать. У вас появляются проблемы. Надо вставать с дивана, обойти гладильную доску – муж так и не убрал, а ведь просила же – поставить фильтровать воду, вскипятить чайник, затем обнаруживается, что в сахарнице закончился сахар. Одни проблемы. А ведь все было так прекрасно. А если нам необходимо проехать десяток остановок на троллейбусе, и мы очень спешим, разве троллейбус непременно подъезжает сию же минуту? Далеко не каждый раз, верно? Жизнь многих людей движется по замкнутому кругу. Они плывут по течению, по воле привычки. Природа им не возражает, потому что они ничего у нее не просят, никому ничего не предлагают, особо ни к чему не стремятся, в их жизни нет возражений, это комфортно и не обременительно. Потом они приходят в бизнес МЛМ, сталкиваются с возражениями и, считая их слишком большим дискомфортом, сходят с дистанции. Приходилось ли вам наблюдать, что чем быстрее мы бежим, тем большее сопротивление воздушного потока нам приходится преодолевать? Природа всегда возражает нам, когда мы хотим чего-то лучшего, чего-то большего. Это нормально. Все лучшее стоит усилий. Мы хотим улучшить свою физическую форму. Природа возражает. И возражение ее заключается в том, что мышцы не хотят расти сами по себе. Вес не хочет сбрасываться сам. Приходится бороться с этими возражениями. Необходимо от чего-то отказываться. Потеть в спортзале, на тренажерах есть не совсем то, что хотелось бы и не совсем в желаемых количествах. Мы хотим научиться играть на фортепиано, возражают пальцы. Они, видите ли, не хотят играть лунную сонату с первого раза. Мечтаем увидеть мир, возражает наш кошелек. Уровень нашего дохода не позволяет нам это осуществить. Желаем наполнить кошелек, возражают работодатели. Они не согласны платить нам столько, сколько хотим мы. Слава Богу, есть бизнес MLM. В нем мы можем сделать свой доход таким, каким захотим, без связей и блата, но природу не обманешь. В бизнесе MLM тоже есть возражение. Возражение тех, кому мы предлагаем стать нашими клиентами, либо партнерами по бизнесу. Таким образом, как в жизни, так и в бизнесе MLM, возражение – это естественное сопротивление во время движения к цели. Это закон природы. Это нормально.